здравствуйте дорогие друзья гости моего канала все его засаливать карпика будем его делать домашних условиях но это больше около но нет условий там не знаю частного дома не придали больше в квартирах охота вяленой рыбки будем делать вяленую рыбу из карпа вот такой карпик небольшой именно домашних условиях у кого морская даже вентилятора нету просто вот вяленую рыбку сделаем карп у меня вы морожены если конечно карп у вас купленный день в рыбном хозяйстве там проверено рыбное хозяйство свежего купили карпа там проверено там все там проверяется я имею ввиду на содержание всяких паразитов и так далее того можно его не вымораживать если сто процентов уверены что это отличное хозяйство достали ее с бочки там продали вам ее после данного принести домой и в холодильник при температуре 0 от 0 до плюс 5 чтобы у нас полежала два-три часа так сказать чтобы она задубела чтобы она что-то созревшие было после тогда приступать к разделке подали сейчас его разделу этого карпика чешуя буду убирать так как рыба будет вяленая мы не будем ее коптить хотя можно будет конечно если будете коптить то чешуя можно убирать ну кто любит убирать то не любит убирать я чешую уберу принципе даже есть как и когда коптим это же я тоже чешую что-то за нашу карпа тоже убираю так будет так мне больше нравится соответственно для горячего копчения до желательно не убирать на чешую но вы делаем где будем делать вяленую вкусную рыбку как сказать квартирный вариант чешую срезали сейчас мы ее разделаем голову отрезаем голову кстати тоже можно засолить но больше и лучше на уху использовать все здесь самое вот голову удаляем ее на уху уберем а все остальное все остальное мы будем солить солите его кусочками сейчас ее разделаю здесь хочется спине обрезать хоть брюшка обрезать без разницы все равно будем разделать на ферешки на пополовинки хребет там останется с одной стороны с другой стороны не будет хребта все с ребрами и будем солить его вот такие две половинки часа нарезаем на кусочки такие сантиметров по пять такие вот и все и приступим засолки почему на кусочки потому что во-первых просолиться быстрее лучше просолиться он будет просолены прям нормально будет просолены и мясо будет созревшие про ферментированное все будет нормально прям цимус можно сказать а если вот таким большими делать надрезы сделать соответственно вот такими половинками или просто как пластом книжки как многие звать бабочкой то время засолки конечно будет увеличена там буквально в два-три раза можно сказать так что сейчас я нарезаю на кусочки мышки на квартирную так сказать карпин как вяленого как квартирного для себя покушать чтобы он быстро у нас и засолился и быстро заверился нарезаем и приступим к засолке но теперь приступаем непосредственно к засолке так рассол рассол предварительно сварил на литр воды 200 грамм соли здесь у меня карпика килогриса получилось соответственно мне на третью часть треть рассола от веса 10 мих килогриса соответственно на мне рассола где-то 350 400 миллилитров вот этого рассола на литр воды 200 грамм соли наливаю ее в тару вот эти вот миллилитры и укладываю первый ряд рыбки ну самые толстые куски конечно мы кладем на дно напоминает 30 процентов от веса должно быть рассола так на дно уложили берем крупную соль опять же не боимся берем крупную соль и слегка вот этот слой слой присыпаем слегка присыпали укладываем следующий слой опять же там самые крупные куски для чего мы укладываем соль с этим чтобы тузлук не опреснился у нас и засолка шла равномерно по всему мясу так чик уложили и опять же присыпаем соль распределяем ее по поверхности рыбки соль используем крупную 1 2 помол крупную соль я не веду если тузлук варить это можно обыкновенную соль а если вот вот дальше для выравнивая так сказать тузлучной тузлука соленость тузлука используется крупная все вот так вот засолили все закроют все пленочку и отправляем в холодильник ну прохладное место премьерам холодильник так как мы их квартире находится в квартиреgebaut прохладное весло ли там быть под кондиционером если только соответственно конечно деталям находим прохладное место или в холодильник в холодильник убираем вот так вот такие кусочки вот будут просто листва 12 часов 12 часов они будет просаливаться созревать термиин мясо будет ферментироваться становиться насыщаться вкусом если конечно большие кусок или там балыки полу балыки там половинки бокам ники и так далее соответственно время засолку увеличиваем там сутки двое-трое все зависит от размера вот именно вот эти кусочки 12 часов будет вполне достаточно для просолки а дальше уже расскажу что делать уже непосредственно после того как она у нас просолится прошло 12 часов как вы засолили картика просолены сейчас что дело видно что он просолены такой прям сказать созревший кусочки созревшие сейчас что делаем промываем хорошенько прям хорошенько холодной водой прям буквально в течение там двух-трех минут холодной водой это промывать ну все рыбку промыли я что делаем так как лето муха у нас там жучок кожиед и так далее сырная муха может сесть что делаем промываем трехпроцентным раствором уксуса рыбку ну как сделать три процента уксуса я думал всех есть таблицы как и сделать без проблем вот в этих трех процентов не смазываем там как многие смазывают там прыгать нет именно промываем трех процентов растворю уксуса хорошенько и соответственно муха не будет садиться просто обезопасен промыли в уксусом растворе достаем и выкладываем на стекание можно на решетке или так на салфетке просто выкладываем чтоб лишняя влага стекла не сразу вешаем вялиться а именно даем им полежать ну часа два чтоб лишняя влага стекла соль перераспределилась выравнивая соли произошло по всей рыбке им кусочком рыбки а уже после повесим вялиться просто на балконе без вентилятора без ничего ну кстати со в тенечке желательно вешать вечером на ночь чтобы она подвяливалась все прошло два часа вот она отлежалась и кусочки отлежались и такие вот они становятся все вешаем любое удобное для вас место прохладно как прохладное чтоб не было прямых солнечных лучей день в тенечке и так далее и все идеально мне в данном случае буду гореть на балконе на сушилке для белья сейчас повешаю ее и она будет меня вялиться так температура вялки ну до 25 градусов это максимум желательно чтобы поддерживать но день в тенечке и чтоб циркуляция воздуха в минимальная хотя бы чтобы была циркуляция воздуха ну если балкон лоджия застеклены открыть какой-нибудь окошко чтоб какой-то циркуляции воздуха какая-то была все вешаем вялиться вот так вот будет он у меня вялиться на сушилке для белья сверху постелил там какую-нибудь ну чтоб не все же время следить поступая за солнцем просто солнечные лучи не попадали не все вот так вот она будет вялиться до того состояния которое вас устроит сутки двое трое если слишком сушеные то там пять суток если именно вяленая такая мягенькая то сутки двое и все она будет отличная рыбка малосольная она не будет пересоленная но прошли сутки сутки вялки карпа на балконе без вентилятора в естественных условиях тенечки просто как вы видите никакой рапа нету ну рапа это соль выступающие я имею ввиду вот муха даже близко к ней не подлетала вот к этим кусочкам вот она мясо просоленная созревшие провяленая это именно вяленая не сушеная малосольная вкусная рыбка можно дальше вялить кто любит по суше рыбу пожалуйста вяльте дальше также висит на балконе ничего с ней не случится главное в тенечке и чтоб не было прямых лучей солнца вот такие вот кусочки рыбы карпа очень вкусная малосольная не пересоленная рыбка и всем приятного аппетита и до скорых встреч